Друзья, всем привет! Сегодня я к вам с необычным видео, не про путешествия. Опять видео про личная жизнь. Кто-то очень любит такие видео, кого-то трясти начинает прям. Я чувствую в комментариях, там иногда бывает вообще такое пишут люди, что я вообще не понимаю, люди это пишут или, ну, что за... Что за существа такое могут писать мне? Ну, в принципе, мне как бы без разницы, кто что пишет и кто что думает вообще. Я, наверное, с этим видео больше обращаюсь к тем людям, кого это касается, и к своему ребенку. И, наверное, просто чтобы, опять же, это все в себе не держать, вот это все, весь вот этот нелепость, всю эту, какой-то весь вот этот непонятность, какой-то негатив. Или вообще, я даже не знаю, какие слова подобрать к этой ситуации. Что-то просто вообще неописуемое, наверное, даже. И, в общем, я сейчас только что вот заселился в отель, сразу первым делом пошел в душ, потому что то, что со мной происходит вот уже на протяжении со вчерашнего вечера, это, ну, просто охота пойти куда-то, смыть или в море, или в душ, или просто куда-то вот так вот скомкать и выбросить. Просто как будто, ну, типа не со мной. Типа просто выйти, какая-то игра, и все, выйти, закончить, и больше, чтобы это даже не случалось, не происходило. В общем, вчера вечером мне в инстаграм девочки опять начали писать, что, что такое, что происходит, ты где, почему Сара там с какой-то женщиной или тетей поехала в Диснейленд отмечать свой день рождения, твоя бывшая там вообще непонятно где, и какие-то круизы там, то есть они в разных местах, у ребенка день рождения, почему так? Я, а я говорю, как, я, я, я не могу понять, почему, что вообще, для меня шок, короче. В общем, накануне, в пятницу, когда был как раз у Сары день рождения, даже за один день, Женя мне написала сообщение, причем я ее заблокировал везде, она мне просто, этот человек, с которым я вообще не хочу ничего общего делать, и даже мне с ней, даже вот когда она мне пишет какие-то сообщения, еще что-то, мне просто, во-первых, неприятно, как-то мерзко это все читать и вот про все вот это вспоминать. Я даже ее фотографии, когда вижу где-то, вот эту крашеную блондинку, я просто стараюсь как-то побыстрее закрыть, и чтобы, короче, чур-чур меня. Я так вообще счастлив, что это у меня уже вся ситуация, связанная с ней, уже как-то из головы вышла, и я уже могу спокойно наслаждаться жизнью, жить как хочу и думать о чем хочу, и вот этой всей, всего вот этого негатива, вот этой, вот этой всей неприятной энергетики в моей голове и в моих мыслях и вообще в моей жизни нет. В общем, она мне написала, она говорит, Вова, привет, у нашего ребенка день рождения, как будто, я не знаю, типа, было бы хорошо, чтобы ты ее поздравил, причем я ее везде заблокировал, она с какого-то нового номера теперь мне пишет. Ну и как бы, почему я ее заблокировал? Потому что, когда я уехал из Америки, она обратилась в суд, и, то есть, там судебные процессы шли и так далее, и, получается, я нанял адвоката, он участвовал, но меня там не было, и, в общем, суд вынялся с решения, что я не имею права контактировать с Женей, не имею там на какое-то расстояние к ней приближаться, я думаю, ну и слава богу. И с ребенком то же самое, но единственное оно, я типа с ней могу только там по WhatsApp как-то общаться или по Skype, и это еще одна из причин, потому что я свою душу нафиг везде заблокировал, от греха подальше, потому что, ну, чтобы она меня просто не провоцировала, потому что она один раз подала это заявление, потом там, видимо, какие-то сроки, через какой-то срок нужно опять доказательство, что я ей типа опять писал. Она мне в Instagram пишет, Вова, разблокируй меня в WhatsApp, пожалуйста, мне здесь неудобно. И мы что-то с ней пообщались, а я потом посмотрю по интернету, там информация пришла, что в суд опять подали документы и, ну, продлили этот судебный запрет. То есть судебный запрет, он не может быть вечен, и его периодически как бы нужно продлевать. И я подозреваю, что сейчас вот то, что она написала мне позавчера, она опять хочет, чтобы я как-то с ней поконтактировал, чтобы она сострепала заявление и опять пришла в суд. Вот, пожалуйста, смотрите, он опять меня беспокоит, опять мне пишет, и, пожалуйста, продлите запрет, чтобы он не контактировал ни со мной, естественно, ни с ребенком, вообще ни с кем, короче. Вот. То есть человек такой действие совершает из-под тяжка, врет постоянно, и, ну, негативные эмоции такие, не очень приятно мне вообще даже про нее говорить и вспоминать. Ну, в общем, пару раз придется, конечно же. И, в общем, она мне написала, я думаю, ладно, окей, конечно, естественно, я позвоню, почему нет. Хотя до этого, год назад, я тоже, я до этого поздравлял Сару, я постоянно в Инстаграм делал видео из ее, из архива, то есть как мы путешествовали по Индии, там, по Таиланду, и я всегда делал к ее дню рождения такой знак внимания, то есть я садился за компьютер, там, выбирал музыку, выбирал какие-то красивые видео, фотографии, чтобы, ну, память какая-то была, потому что вы сегодня подарите, там, ребенку шоколадку, там, еще что-то, конфеты, она съест это, и все, и завтра, по сути, никаких эмоций от этого не останется, никакой памяти не останется, только лишний вес и ничего хорошего. И, в общем, в прошлом году я тоже так же сделал видео, и я еще в Инстаграм, вы можете у меня посмотреть, я написал пост там про финансы, про сложный процент, и я подумал, что ей, наверное, будет, ну, интересно, ребенку уже 11 или 12, сколько лет было в прошлом году, исполнилось, и я думаю, что уже, ну, пора ей понимать, что такое грамотность, что такое финансовая грамотность, что такое сложный процент, и пора прививать любовь к книгам ребенку. Я специально нашел книгу, которая детская книга, которая с иллюстрациями красивыми, я ее выбирал долго, то есть там, не какую-то просто зашел, клацнул, вот, книга, и все. То есть я, как бы, занялся основательно, к этому подошел, и я ее отправил. Потом, оказывается, как оказалось сегодня, мне родители скинули скриншот, оказывается, Женя взяла, сфотографировала эту книгу и отправила моим родителям, и написала, Вова, Саре книгу подарил, ха-ха-ха-ха, и смайлик такой, типа на боку, и типа там, ну, ржу не могу, типа там на полу валяюсь, как смеюсь, как смешно. И почему вот эта все, вся ситуация, она мерзкая и противная вообще? Потому что моя бывшая, я не знаю, как ее назвать вообще, существо или особь, или как вообще, потому что женщины благородные, женщины, которые, я знаю женщин, которые, ну, которые именно достойные, которые именно грамотные, мудрые такие, и вот одна девушка мне написала такую вещь, очень умную, и она вот мне написала, ее когда вообще выбирал маму для своего потомства, ты выбирал Женю, ну, как, по картинке ты выбирал, то есть там задница, там спереди, там у нее еще что-то было, еще что-то, то есть не какая-то, может, игривость, легкость, и там еще что-то, какое-то такое, ну, я был тогда на самом деле сам, наверное, еще как ребенок, и сам не повзрослел, и вот ожидать благородства от такого человека, ну, наверное, было опрометчиво и ошибочно, по всей видимости. И почему? Потому что она берет вот это вот сообщение, мой подарок, она берет, отправляет моим родителям, и говорит, типа, посмотрите вообще, что, типа, ваш сын сделал вообще, и, типа, это, типа, как нелепо, или еще что-то, типа, он такой дешевый, какой-то странный подарок, или еще что-то, я вообще не знаю, что ей двигало, и что она вкладывала вообще в это, то есть у меня такое ощущение, что мы, как бы, с ней, ну, немного с разных планет, она там откуда-то, наверное, прилетела откуда-то с планеты Трансвеститов, скорее всего. И она, то есть, понимаете, во-первых, обесценивает мой подарок, во-вторых, она это обесценивает перед моими родителями в чате, и плюс ко всему она еще это высмеивает, то есть смайликами вот это. И представьте теперь, если она такое пишет моим родителям, как она вообще ведет себя наедине с моим ребенком, с Сарой, как она с нашей дочкой себя ведет, и что она себе позволяет ей говорить. Вот вы можете теперь представить, насколько там вообще все серьезно, и все безнравственно, и все как-то, я даже не знаю, как это назвать, это просто, ну, что-то нелепое. Такое ощущение, что это, ну, просто не со мной. И вот я очень хорошо помню, когда я действительно познакомился с Женей, да, я, наверное, ну, ее, я не знаю, полюбил, ну, это, конечно же, не любовь, это просто какая-то симпатия была, именно картинки, вот как-то детская, какое-то это, я еще помню у нее, я у нее спросил, Женя, а сколько будет 9 в кубе? Она такая, что? Типа, как будто я у нее что-то на английском языке спросил, она даже не поняла вопроса. Я говорю, ну, вот калькулятор можешь посчитать? Знаешь вообще, как это посчитать? Естественно, она не смогла это сделать, и вообще она, у нее был ужасный акцент, она очень сильно, плохо разговаривала, я ее постоянно исправлял, поправлял. Ну, в общем, дело не в этом, дело в том, что действительно, по всей видимости, у меня было тогда, я ее выбирал именно как что-то вот какой-то, как ребенок. И мне кажется, вот этот дед старик, он ее тоже сейчас выбрал, как ребенок, потому что взрослые, ну, взрослые люди, дедушки, они как дети начинают себя вести с возрастом, и я думаю, он тоже на нее повелся, как ребеночек, просто на что-то такое. Ну, и в принципе, ему как бы прикольно. Она за ним бегает, как собачонка, все его приказы выполняет, там, и все делает, как он хочет, а по сути, что ему еще надо? Ну, он там периодически, может, ей что-то там покупает. Мне без разницы, я вам честно скажу, я за этими людьми не слежу. Я просто сегодня зашел к Юле, увидел, что они вместе, увидел, что Сара там, и увидел, что какая-то ерунда происходит. Мягко говоря. И я пишу Юлю, я говорю, Юль, а почему так произошло? Как так вообще произошло? Кому вообще в голову пришла такая мысль? И как вообще так получилось? Это, ну, я говорю, Юля, я раньше думал, что ты адекватный человек. Я думал, что ты из всей этой компашки самая адекватная. Оказалось, что, ну, как оказалось, вот, сами можете посмотреть, что происходит. У Юли там вроде бы тоже ребенок родился, и она, по-моему, ее тоже маленькую постоянно бросает и куда-то улетает. Ну, естественно, потому что старикам, вот этим дедушкам, им нет дела до детей, они не хотят, им эти пеленки, распашонки не нужны. Им нужно сейчас вот так сесть куда-то в самолет или на катер, и все. И, собственно, она мне говорит, я тебя понимаю, твое беспокойство, но так получилось, что это мы забронировали этот тур заранее, и Женя не знала, и тот не знал, и, в общем, так получилось, и мы, и Женя подарила ей такой хороший подарок, что у нее там все хорошо, и Женя вообще с Тодом такие хорошие родители, я говорю, ну, хорошо, Юль, ты мне скажи, пожалуйста, как, так может быть, что хорошие родители бросили ребенка, сами уехали в другую страну или на другие острова, куда-то на другой континент, вообще, у ребенка день рождения с какой-то теткой, непонятно какой вообще, я ее даже не знаю, кто она вообще такая, это отдельная история, как вообще так получилось, почему ребенка нельзя было взять с собой, почему нельзя было перенести поездку, почему именно надо обязательно было это делать в день ее рождения, почему, ну, собственно, она мне не ответила, и я считаю, что Юля меня не понимает, и она вообще не понимает, мне кажется, они оторваны от реальности, и вот я, допустим, не хотел бы, чтобы такой риэлтор мне бы квартиру продавал бы или там в аренду искал, потому что, потому что, потому что, потому что, посмотрите, что происходит, и в общем, я ей еще задал вопрос, Юля, я говорю, Юль, а как вообще Сара с Женей общается, у них какой-то свой отдельный WhatsApp, отдельный канал связи, как вообще так получается, что у мамы есть доступ к ребенку, то есть, она постоянно общается, видимо, там бабушки с Японии тоже общаются, еще там кто-то с Украины тоже с Сарой общаются, а для Казахстана отдельный какой-то канал связи, и туда отвечают, когда отвечают, когда там, я не знаю, когда, ну, мне могут раз в год ответить, бабушки там, моей маме, тоже могут там раз в год, два раза в год ответить, то есть, очень редко, вот вы мне ответьте, пожалуйста, почему моя бывшая, если она утверждает, что она любит Сару, что она любит дочку, почему она лишает ее общения с близкими, почему она лишает ее общения с родным отцом, почему вот эти какие-то непонятные, дешевые манипуляции происходят, почему мы можем только общаться, когда у нее день рождения, я, может быть, с ней каждый день хочу общаться, я, может, два раза в день, три раза, я, может, в любой момент не могу и хочу общаться, может, она тоже хочет, почему мы не можем вот так общаться друг с другом, я считаю, что это не любовь, я считаю, что это эгоизм и какие-то манипуляции ребенком и манипуляции над ребенком в том числе, теперь девочки нашли эту няньку, мне скинули ее инстаграм, я написал, я говорю, здравствуйте, тут вот мой ребенок Сара с вами, как мне с вами связаться, я хочу с ней пообщаться, поговорить, она начала что-то там юлить, придумывать, Сара устала, Сара спит в обед, как она проснется, только она вам перезвонит, естественно, она мне не перезвонила и в общем, она ту же самую эту мне шарманку завела, что и Юля, мне кажется, они там где-то это составили себе или методичку или еще что-то и это все одно и то же и всем и подписчикам отвечают, и родственникам отвечают, что типа там хорошие они родители, Саре хорошо, Сара вообще кайфует, а как Сара кайфует, я вам сейчас расскажу, и типа она слышала наш разговор, хотя Сара пряталась в туалете, когда со мной разговаривала, и я у нее спросил, я говорю, Сара, вы с мамой приехали вдвоем, что ли, в это Орландо, Диснейленд на горке кататься, она говорит, да. Я не понял, честно говоря, этой ситуации, и я до конца был уверен, что они вместе с Женей поехали в Диснейленд, в Орландо или куда там кататься на горках, то есть у меня даже, даже, даже в мыслях не было такого, что Женя опять может куда-то свалить, как она тогда уезжала в Казахстан, что Женя там может куда-то в круиз уехать на лодке, еще что-то, а Сару просто с теткой какой-то бросить, которую, ну, по сути, даже неизвестно, кто это вообще. Я не знаю, кто это вообще, но у меня сложилось впечатление, что этот человек неадекватный, потому что, во-первых, она, ну, ребенок закрылся в туалете, она говорит, что она слышала, что она подслушивала, о чем мы с ней разговаривали, это во-первых, во-вторых, она пишет, и хочу попросить мне больше не писать. Слушайте, а кому мне писать тогда, если не вам? Дорогая нянька, это во-первых, во-вторых, я ей сказал, вы можете мне предоставить связь вообще с ребенком, я хочу с ребенком поговорить. Короче, она мне написала, что, типа, она не думает, что, типа, имеет ли она право на то, чтобы дать мне общаться с ребенком. А вот, вы мне скажите, право она имеет не давать общаться мне с ребенком. И вообще, вот, мне интересно, имею ли я право сейчас позвонить куда-то или обратиться в полицию в Штатах и сказать, вот, тут какая-то тетка с моим ребенком не дает мне общаться, мама ее где-то вообще далеко непонятно где, здесь, значит, это тетка какая-либо вообще левая непонятно какая с ней сидит за деньги или бесплатно, есть у нее согласие опекунов или родителей, есть, нету, и вообще, есть у нее лицензия на вообще на такие действия или нет, и вообще, как так это вообще все происходит. Вот эти иммигранты наши, они меня очень сильно умиляют, вот, они приезжают там откуда-то с СНГ, ставят флаг себе на аватарку, сами учат английский язык, ну, в английском языке, конечно же, ничего плохого нет, выходят замуж за иностранцев, за американцев, и все такие дофига типа патриоты, иллюзорные. Ну, в общем, не мое дело, это, конечно же, их судить, дело в том, что человек просто, уже третий человек оторван от реальности. То, что моя бывшая оторвана от реальности, это было уже давным-давно понятно, когда она бросила Сару и приехала в Казахстан, якобы потому, что она боялась, что, типа, я ее заберу. Ну, и в общем, конечно же, она, они там выставляют желаемое за действительное, то есть, ждут моменты, пока, когда у Сары хорошее настроение, они в эти моменты ее фотографируют, снимают видео, ха-ха, хи-хи, вот как этот. А когда я позвонил Саре, она спряталась в туалете и она сдерживалась, буквально вот сдерживалась, сдерживала слезы, сдерживалась, чтобы не заплакать и отвечала прям так сдержанно на мои вопросы, коротко. Я подумал, ну, как всегда мы думаем, что причина как бы в нас, то есть, причина во мне, что, может быть, она на меня обижается, там еще что-то. И, в общем, я не стал на этом акцентировать, я ее поздравил, всего хорошего ей пожелал. Конечно же, я попытался этот разговор наш провести максимально, чтобы это все было комфортно, но так как мне написали, я был на улице, там было просто слышно, я половину даже не понял, что произошло и не понял, что она мне говорила, Сара, то есть, она мне говорила, что она с кем приехала, я говорю, вы с мамой вдвоем приехали? Она говорит, да. И, то есть, я не мог понять, что происходит, я чувствую, что ее что-то сильно беспокоит, что у нее что-то не в порядке, и я подумал, что это связано со мной, ну, и, короче говоря, не стал на это делать акцент, и, в общем, я ей отправлял сообщения, эти сообщения не прочитаны, не доставлены, то есть, такое ощущение, что в какой-то момент ей включили этот или ватсап, или интернет, и все. То есть, сейчас никакого доступа ни у меня, ни у моих родителей к ребенку нет. То есть, естественно, Женя общается с Сарой, они как-то переписываются, перезваниваются, а вот этот второй номер, по всей видимости, они его, видимо, как-то либо блокируют, либо еще что-то, то есть, контакт есть только, когда они хотят этого, то есть, когда моя бывшая хочет. И, вот, это манипуляции, это манипуляции ребенком, манипуляции эмоциями ребенка, и так далее, и тому подобное. И вообще, я считаю, что, ну, вот это все неправильно. Типа, вот у ребенка день рождения, типа, позвони, поздравь. А как целый год прошедший, как последующий год? Как ребенку быть весь этот год? Как, о чем ей думать? Или она что будет думать, что у нее папа только на день рождения есть? Вы мне объясните, пожалуйста, может быть, я что-то не понимаю? Что вообще творится вообще с этим миром? Что творится с этими женщинами? Почему? В какой момент вообще стало в нашем мире все вот так вот продаваться за деньги? Я здесь каждый день, сейчас нахожусь в Таиланде, я каждый день вижу, как эти тайки молодые возятся со стариками этими вонючими, из которых уже песок сыпется, возятся с ними и улыбаются, и оглядываются на меня, постоянно озираются. Я понимаю, как им противно, и я очень хорошо тоже понимаю, как мои бывшие сейчас противно, и я понимаю, что, естественно, никакой любви там нет. Это все делается ради денег, и это просто большая пьеса, и это все делается, понимаете, ну, любовь, она не такая. Она могла сказать, слушай, Тодд, у нашей, у моей дочки завтра день рождения, ты взял за нее ответственность, ты должен нести ответственность, Тодд, должен нести ответственность за нас, за двоих, потому что мне сейчас вот эти все людишки, которые рядом с Тоддом находятся, они мне ограничили доступ. И поэтому ты, как вы любите, говорит же, какой он мужик, какой он красавчик, он должен в два раза больше ей уделять внимание, и она никогда вообще не должна даже себе представить, даже подумать, что она обделена каким-то отцовским вниманием, или еще чем-то таким. Раз уж вы все такие умные собрались, тогда давайте сами делайте красиво все. Зачем вы вот этими делами занимаетесь? Я так подозреваю, здесь либо она меня хотела поймать опять, чтобы я ей написал что-то, чтобы потом опять с этим пойти в суд, либо она ей настолько самой вот это все противно, она в какой-то момент трезвеет в перерывах, и она начинает понимать, что она такую дичь творит, и она хочет эту ответственность, вот это все дерьмо, которое она творит вообще, она хочет разделить со мной, типа посмотри, видишь, я сейчас здесь с этим дедом, со стариком, ты посмотри, что происходит, ты тоже сейчас далеко, не только я одна в этом виновата, видишь, наша дочка сейчас там в Диснейленде с этой теткой-эмигранткой, ты там где-то в Таиланде, а я где-то на островах сейчас ублажаю старичка этого своего, посмотри, что происходит, видишь, другого объяснения у меня нет, потому что если бы она хотела, чтобы мы общались, она бы дала мне доступ, дала бы мне ее номер телефона, и мы бы общались с ней тогда, когда мы захотим, а не только когда у меня или у нее день рождения. Вы меня, конечно, друзья, простите, что я чуть-чуть позволяю себе эмоции, то, что я на вас на это, ну, на все вываливаю, но здесь как бы ни по-другому не получается. Здесь просто творится какое-то безумие, я просто обязан, обязан сделать заявление. Если вас мой ребенок по каким-то там причинам обременяет, или вы там не можете позволить себе время с ним находиться, не можете себе позволить время на его день рождения, вы отдайте мне его. Если ей так дорого, я буду с ней каждый день в Диснейленд ходить. У меня нет бабки, видите, я один. У меня нет бабки, которым мне надо жопу лизать в прямом и переносном смысле. Я буду полностью все свое, 100% своего времени уделять дочери. Я буду с ней каждый день по паркам ходить, гулять по пляжам, еще что-то, куда-то в школу ее вахить, и буду с ней заниматься, прививать ей ценности какие-то, прививать любовь к книгам, к математике, еще может быть к чему-то, к путешествиям, открывать горизонты, а не вот это вот все. С бутылки на бутылку, со стакана на стакан, ха-ха-хи-хи, посмотрите. Вы посмотрите, какое... Я не вижу, что они там делают, но я могу себе представить, мне просто противно даже туда заходить. Вот эти полубабы голые, полу какие-то мужики, полупрестарелые, полу там... Что там вообще с ними, со всеми происходит? Это же противно. И она, она вот этим своим примером показывает ребенку, как она живет и что типа это круто. А я не хочу, чтобы моя дочка со стариком жила и присмыкалась и прислуживала ему. Я хочу, чтобы она личностью была. Я хочу, чтобы она книги любила читать, чтобы она разносторонняя, чтобы она читать, писать умела. А не так, как это. Если Женю там ее мама бросала или ее братика младшего ее бросали, то это не означает, что всех детей так надо делать. Это не армия, что типа был дембель и там кого-то солдата вбили, и теперь эти солдаты стали дембелями и теперь еще тоже кого-то бьют. Наши дети не виноваты в том, что делали с нами родители. Я официально заявляю, что если мне ребенок каким-то образом скажет или даст понять, что она не хочет там жить, она не хочет находиться в этой обществе, что ей там неприятно, естественно, я буду подключаться, я буду нанимать адвокатов, я буду очень серьезно этот вопрос решать. И я вот вам всем официально заявляю, что я готов в любой момент хоть сейчас прилететь в любой аэропорт Америки и забрать там ребенка и забрать ее с собой. Не важно куда, в Казахстан, в Россию, в Украину, в Таиланд, в Турцию, не важно, в любую страну, в любую страну, в Европу мы можем поехать, в любую страну, куда она захочет, мы поедем и будем там жить. И я буду полностью 100% своего времени ей уделять. И никогда ни одна баба никогда не станет между мной и дочерью. Никогда этого не будет. Я вот вам всем официально заявляю это. Потому что я очень сильно люблю своего ребенка и моя любовь, она выражается в терпении. То есть, ну, если, допустим, не понравился мой подарок, не понравилась книга, не понравилось, как я поздравляю, хорошо, ничего страшного, я подожду. Настанет момент через год, через два, через три года. Когда-то ей будет 16, 18, когда-то она сможет летать. И когда-то мы встретимся, и мы встретимся обязательно. И я сяду и вот так ей все по полочкам расскажу. С доказательствами, со всеми примерами, и со всеми, со всем, со всем, что происходило, и со всем, что и происходит. Но я вам скажу больше, что моя доченька, она не глупая. Она видит хорошо, какой беспредел творится вокруг нее. она понимает, что это может быть ради ее образования или ее уровня жизни. Но на самом деле это уже не стоит того. Я могу все то же самое ей дать, что они якобы ей дают. Все то же самое. Только еще больше. Я могу дать внимание и могу дать постоянно время проводить. Основная мысль, что я вам хотел сказать, это то, что вот это вот все вот эти вот няньки, которые, сколько их там было, и Наташа этот, фалконы, и потом вот этот фотограф без зуба, с щелью в зубах, и теперь еще какая-то со Львова нянька новая, и сколько их там еще было, и сколько там еще их будет. Я считаю, что это ненормально и недопустимо, и лично я против того, что у моего ребенка постоянно какие-то мелькают перед глазами женщины. Я возражаю против этого, я считаю, что вы воруете у ребенка детство, ребенок должен быть с мамой, если бы все, кому бы она обратилась посидеть там, отказали бы ей дружно и сказали бы, слушай, это твоя дочка, едешь в круиз, возьми ребенка с собой, либо дай ребенку день рождения, а потом едь куда хочешь. Представьте, вот вы себе представьте ситуацию, вы сейчас подойдете к какой-то своей подружке и скажете, я тут со своим дедушкой кайфовать поехала на Карибские острова, ты проведи-ка с моей дочкой день рождения, что вы ей ответите? Лично ко мне бы, если с такой просьбой подошли, я бы сказал, а ты вообще в своем уме, ты что такое просишь у меня? и к сожалению, люди, которые гонятся, может быть, за какой-то выгодой, за каким-то, они же все пиарятся, думают, что типа эти уже там типа не накрученные подписчики, там подписчиков-то не осталось, там одни боты в основном, и она постоянно накручивала себе подписчиков, это ни для кого не секрет уже, это все прекрасно понимают, потому что человек, который не может себя принять такой, какая она есть, который пытается изменить свою там ресницы, брови, губы, грудь, там еще что-то, еще что-то, кромсает себя, режет, то естественно этот человек, он не в гармонии с собой, и он будет пытаться какую-то свою значимость через социальные сети показать еще что-то, а еще друзья, знаете, мне наверное искренне жаль вот тех людей, бедолаг, которые мне пишут какие-то сообщения, типа в защиту Жени, типа Женя там герои, типа нужно памятник поставить, типа а ты вообще кто такой, и типа вообще что ты сделал, и так далее, и тому подобное, я всегда с большим сожалением к таким людям отношусь, потому что я вижу, как ситуация сейчас развивается, и я вижу, что это ненормально, но по крайней мере для меня, может быть, конечно, их там всех это устраивает, я как бы ничему не удивлюсь, ну, я-то как бы проживу, если у вас, если вы не хотите, чтобы я там добивал сообщения с Сарой, вы тогда, ну, я не знаю там, что, ну, значит, нужно как-то сказать, что, значит, Сара не хочет, чтобы ты ей звонил, или там, пускай она мне тогда сама скажет, пускай мне ребенок сам скажет, чего он хочет, хочет, чтобы я звонил, хочет, чтобы я писал, хочет со мной не общаться, хочет общаться, не хочет общаться, хочет подарки, хочет дорогие, хочет Феррари, хочет Бентли, пусть мне ребенок сам скажет, и я хочу контакт иметь сам с ребенком, а не та, что, Вова, вот, завтра день рождения у дочки я тебе напишу, ты ее поздравь, это так не работает, Не нужно вот эти эмоциональные качели устраивать ребенку У ребенка должен быть постоянный доступ Ко всем его родственникам без исключений Мне тогда там что-то лечили ее отчим в Японии Что типа семья самое главное и что? И где эта семья самое главное сейчас? Я до ребенка дозвониться не могу Ваша дочка ее бросила, сама уехала со стариком куда-то там кайфовать, еще что-то делать А я даже не могу понять, что там происходит и с кем она там И как она в туалете прячется, слезы свои сдерживает Это для вас нормально? Просто мне вот эта ситуация, она мне противна И я бы, наверное, было бы очень смешно, если бы не было так обидно И если бы мой ребенок, моя доченька не была бы вмешана во все вот это безумие Я бы даже просто улыбнулся, бы сказал Ну и классно, молодцы Я вот здесь гуляю по Таиланду, я здесь много чего вижу И как мужчины пол меняют, и как женщины там со стариками живут Да ради Бога! Я принимаю всех людей такими, какие они есть И если вы так хотите жить, пожалуйста Но существуют определенные границы, которые вы не имеете права пересекать Если вы люди действительно умные, мудрые, благородные Вы не имеете права дискредитировать отца в глазах ребенка Вы не имеете права высмеивать его подарки Вы не имеете права высмеивать его действия, какими бы они ни были Если вы выбрали человека, если вы выбрали с этим человеком идти Вы должны с ним до конца идти достойно А не менять коней на переправе Пожалуйста, ты можешь с дедом там быть, можешь с бабкой быть Можешь сама быть, с кем угодно можешь быть Но ребенок не должен страдать от этого А сейчас, сейчас, здесь и сейчас Ребенок неполноценной жизнью живет Он страдает Потому что нет у него общения с отцом, с родным Нет у него нормального дня рождения, праздника И по сути вообще нет ничего Она вам кичится там сумками, еще чем-то каким-то Да нафига нужен этот сумка или еще что-то Может быть ребенок хочет просто провести как-то в кругу семьи Спокойно поужинать там Поговорить о чем-то Может быть ее что-то беспокоит Кому она будет, няньки эти беспокойства свои С кем она поделится В общем, друзья, я обращаюсь к тем людям Которые сейчас находятся где-то рядом с Сарой Повторно И может быть вы как-то Может быть этот мой канал у нее заблокирован Может быть она не может смотреть мои видео Может быть вы можете как-то включить, чтобы она это посмотрела Либо как-то в общих чертах передать мой посыл Что я с удовольствием, я готов проводить время В любом количестве и в любом месте и в любое время Я буду очень рад, конечно же, что когда-то это естественно Этот момент наступит И я буду очень рад, что мы сможем нормально все-таки когда-то общаться Когда-то вот этот гребаный железный занавес спадет В виде вот этих всех рож улыбчивых И вот этих вот всех актерских каких-то игр И всего вот этого наигранного, искусственного, ненастоящего Когда-то это все исчезнет И наступит время нормальным, человеческим, ценным, добрым отношениям И я верю, что в общем это все прекратится Вот получается так, что нянька меня заблокировала Юля мне не ответила С бывшей я общаться не имею права по решению суда И приехать провести время тоже не могу Потому что есть решение суда, которое я не могу нарушить Но я так понимаю, что оно закончится когда-то И когда-то я смогу поехать Но я уверен, что скорее всего Женя сделает все Чтобы мы не контактировали с Сарой Потому что вот у Сары прошел день рождения И вот уже несколько дней у меня нет доступа Я не могу общаться с ребенком И я целый год с ней не общался И сейчас вот такая ситуация произошла нелепо Опять я не знаю, что там происходит Вот так Да, и в заключение, друзья, я бы хотел вас призвать Быть зрелыми, мудрыми, взрослыми, благородными И показывать на своем примере детям, нашему поколению Следующему Как делать нельзя И как делать наоборот нужно Прививать что-то ценное Какие-то ценные качества А не, допустим, продажную любовь Или пристрастие к алкоголю К каким-то еще пагубным привычкам Непонятно к чему И в общем, в целом Наше поколение, его нужно перечь Потому что человечество Оно и так уничтожает планету Уничтожает животных Уничтожает растительность Мы все хотим, чтобы о нас заботились Чтобы нам проявляли какое-то внимание Заботу, еще что-то А люди-то сами не хотят заботиться Не хотят заботиться об окружающей среде Об экологии Об природе не хотят заботиться И получается так Что вредный воздух Что вредная пища Что некоторые виды животных умирают Много людей болеют И так далее, и тому подобное Поэтому дети Это то, что мы передаем Это как Миллионы лет эволюции Эволюция, она Передавала, передавала Самое-самое Ценное Выбирала И оставляла в кинетическом коде И Мы на кинетическом уровне Понимаем, что Допустим Змея там Это, к примеру, опасно Или там С высоты упасть Тоже можно умереть И так далее Точно так же и здесь То есть Мы должны Детям Прививать Любовь к знаниям Прививать Ценность К знаниям А не Вот это вот Все Инстаграм Да, популярность Это, конечно, все круто Но Ребенок Должен быть Личностью Она должна В первую очередь Быть самодостаточной Личностью Ей в первую очередь Должно быть С собой Хорошо В общем, друзья Всем добра Спасибо за просмотр Любите себя Любите свое Окрашение Любите Своих детей И Никогда Не повторяйте Ошибок Которые Совершают Другие люди В плане Воспитания Потому что Очень легко На самом деле Навредить Ребенку Маленькому Очень легко Какие-то Создать Травмы Еще что-то Еще кто-то Сейчас обязательно Из вас Напишет Что вообще Такое Произошло Что должно Было Такое Произойти Чтобы Мать Женщина Пошла Там В суд Запретила Отцу Общаться С ребенком Запретила К нему Приближаться Что вообще Должно Быть Такое Чтобы Что вообще Почему так Произошло Ты ее бил Ты ее там Избивал И там Еще что-то Я вам скажу Что это все Фигня Женя Просто захотела Там остаться У меня есть Доказательства Того Что я ее Не трогал Пальцем И Много Всяких Разных Доказательств И в том числе Отсутствие У нее Каких-либо Доказательств Потому что Моя бывшая Она такой Человек Если бы я ее Хотя бы Пальцем тронул Она бы Тут же Сразу Побежала Бы куда-то В больницу Бы и сняла Бы там Побой Или как это Называется И все бы Это бы Конечно же Приложило бы И Плюс ко всему У меня есть еще Переписка Где она переписывается С моими родителями И где Моя мама Ей задает Прям вопрос Он тебе Что бил Или что там Что Она сказала Нет Он меня не бил Поэтому Эту тему Можно окончательно Раз и навсегда Закрыть Если вам интересно Можете ее попросить Пусть она озвучит Свою точку зрения И вообще Свою видение Ситуации Почему она так сделала Женя прилетела В Казахстан Когда это было Еще до Тода Несколько лет назад Когда она там Сару бросила В Америке Она приехала Сюда Подавала документы Какие-то В посольство Там для какой-то Визы В общем Ей с этой визой Отказали И Курьер Когда ей возвращал Паспорт Он Не мог до нее Дозвониться То есть там Служба какая-то Пониэкспресс Или еще что-то И в общем Там в этой службе Стоял второй номер Видимо у них В базе Оставался он Как-то Как Дополнительный номер Ну и собственно Курьер мне позвонил Эта служба Мне позвонила Она говорит Тут для вас Конверт Приедьте Пожалуйста Заберите В тот момент У меня был ее паспорт И теоретически Я мог сказать Вот Ну Если бы я ей хотел Как-то навредить Я бы хотел Я бы мог сказать Вот паспорт Твой у меня Ребенка сюда верни Или там еще что-то И она мне Ну соответственно Написала Говорит Типа ты где Давай я там приеду Этот паспорт Где я у тебя заберу И я оставил его В каком-то То ли салоне Красоты То ли еще Где-то Чтобы даже с ней Не пересекаться Она говорит Что типа там Что там ресторан Она думала Что мы с ней там Типа встретимся Поболтаем Еще что-то А я уже даже тогда Не хотел с ней Ничего общего Иметь Потому что Уже даже тогда Мне этот человек Был противен Я просто думал Как бы от нее Отделаться Потому что Она творила Вообще Какие-то вещи Немыслимые Уже даже тогда А сейчас Это у нее Прям в какой-то Геометрической Прогрессии Плюс ко всему Воздействию алкоголя У нее вообще Крыша едет И я мог у нее И паспорт забрать И ребенка забрать И вообще Все что угодно Я мог сделать Просто у меня Не было Желания И до сих пор Нет Как-то вредить Этому человеку Вот это вы поймите Пожалуйста И естественно Конечно же У меня Никакой Злости К ней нет У меня Наверное Больше Какое-то К ней Сострадание Или как Как-то я ее Жалею Как-то я не знаю Потому что Она оказалась Вот в какой-то Такой ситуации И Юля мне говорит И эта нянька Мне говорил Это стечение обстоятельств Какое стечение обстоятельств Там что был Конец света Что им нужно было Все бросить Бросить ребенка И улететь А если действительно Будет Какая-то Ситуация Какая-то Внештатная ситуация Если действительно Будет Срочно нужно будет Эвакуироваться Он тоже так скажет Тот Вот у нас два места Бросай сару И все Поехали Еще друзья Я вот Знаю таких людей У которых Когда Заканчивается Либо Словарный запас Либо какие-то Аргументы Либо Они просто Вообще В принципе Изначально Сами не знают Чего хотят И не знают Что сказать Они начинают Оскорблять Либо переходить На личности Поэтому Это вот Всех касается Людей Которые любят Устраивать Мусорку В комментариях Перед тем Как что-то Написать Такое Грубое Или Оскорбительное Очень хорошо Подумайте Потому что Сейчас Куча случаев Когда привлекают Заоскорбления В реальной жизни Кто за нами Следит давно Они помнят Когда Женя Только начала Стречаться С этим дедом Он ей Первое время Вообще Ничего не дарил Ничего не покупал И в какой-то момент Он ей Купил Розу То ли Пластиковую То ли Стеклянную То ли Какой-то Цветок Это был Просто вообще Искусственный И там вообще Было такое Количество Счастья Визга Она была Так счастлива Везде Эту розу Фотографировала Что тот Мне подарил Подарил Подарок И что Нужно Ценить Благодарить А вот С книгой Видите Совсем По-другому Получается На самом-то Деле По факту И оно Вот это Лицемерие И подмена Фактов И понятия Она повсюду Потому что Когда у Чат Джи Петти Спросили Палестинцы Имеют право На свободу На мир На существование Ну Этот искусственный Интеллект Типа Ответил Ну Типа Это философский Вопрос Типа Можно долго Обсуждать Ну Типа Нет ответа Четкого И когда спросили А Израиль Имеет Он сказал Да Израиль Имеет